Бог может обратить во благо даже самые сложные ситуации. В военное время сердца людей особенно открыты к Слову Божьему, и они принимают важные решения в своей жизни, заключают завет с Господом. В церкви состоялось первое водное крещение с начала военных действий в Украине. В июле к нам присоединилось 78 человек. У каждого из них свои переживания и эмоции, но все они наполнены счастьем. Это мое духовное перероджение и мой начаток шляху служения Богу. Мне будет 5 числа 81 год, я разменяю 9 десяток, но я хочу быть с Богом. Хочу донести свою отданность Богу. Жизнь наладится в лучшую сторону. Шесть прекрасных днів, 187 счастливых детей и 63 вирных служителей. Шесть різноманітных локацій, игры, песни, поробки, подарунки и неймоверные истории. А еще и терапия, вивчение Библии, правы для сердца и общения. И как результат, мы имеем любовь и поддержку от наставников, пользу и поддержку от программы Табору. Это все про Денний Дитячий Табор Смайленд Кемп. Как женщине укрепить веру и преодолеть сложные моменты в жизни? Опытом и ответами поделились на женской конференции, которая состоялась на территории церкви. Со сцены звучали свидетельства и молитвы. Также было время для поклонения, общения и наставления. Словом делилась пастор Нина Савочка и Оксана Иванова. Сегодня женщины особенно нуждаются в поддержке. И после таких встреч они уходят счастливыми и вдохновленными. Действительно, тут встречи с Богом, и Бог действительно стилюет сердца женщин, которые приходят сюда. Не знаю, мурашки по тілу шли про ці розповіди. И все это как-то. И сейчас я разговариваю с вами, у меня мурашки. Я згадываю ці розмови, ответы. Женки приймають хрещення, приходят чоловіки в церкву. И наша семья один такой приклад. Мы также через женский клуб прийшли до Бога. Церква завжди с турботою ставится до тех, кто имеет потребу. 4 тысячи людей, которые вимушено изменили место проживания, отримали продуктовую помощь. 1,5 тысячи харчовых пакунков адресно доставили людям с инвалидностью и многодетным семьям. А 350 семей з маленькими детьми отримали засоби гігієни и дитящее харчування. МДЦ безкоштовно приготувало 300 гарячих обедів. А членам церкви передали 500 продуктовых пакунків. У реабілітаційні центри відправили 2 тонни продовольства. Села Київської області, які постраждали від окупації, отримали 3 тонни продуктів. Також церква дякує за гуманітарну допомогу та суттєвий внесок у допомозі нужденим благодійний фонд We Stand With Ukraine та його партнерам World Food Program та Сумці Самарянина. Кожен з вас, хто жертвоє, стає учасником цих добрих справ. Дякуємо за щирі та відкриті серця, невпинні молитви та активні дії. Адже саме так ми можемо показати Христа для багатьох людей. Нехай Бог благословить та воздасть кожному, хто навіть у цей непростий час залишається вірним Йому у десятинах та пожертвах.